Привет, меня зовут Сергей Ашин, я основатель шеф-маркет. У меня сейчас семья отдыхает и я подумал, почему бы не разнообразить свой день и не заняться чем-то прикольным. В принципе, из-за жизни ты можешь сделать все, если оно у тебя бесконечно. В большинстве случаев мы как-то не успеваем делать вещи, откладываем, у тебя голова другим вещам забита. Старался выбрать какие-то три разные вещи абсолютно. Первое, просто освежиться сейчас очень жарко. Я думал, почему бы и нет, у меня друзья катаются на вейке, я никогда этого не делал. На принципе, думаю, надо попробовать. Я думаю, что день будет прикольный, начнем бодро, покатаемся. У меня не первое знакомство со Шкодой, у меня там было три Шкода раньше, до этого. Да, легко рулится, легко управляется. Молодцы, сделали такой бесключевой доступ. Кажется, это очень удобно на самом деле. Успех неожиданным не бывает. Я верю, успех абсолютно прагматичный, рассчитанный. То есть успех приходит когда, когда ты хочешь сделать что-то конкретное. У тебя может не получаться, и это нормально. Когда человек работает, понимает, что он хочет делать, и чего он хочет достичь, тогда и возникает вообще вероятность успеха. Мне кажется, когда у человека все хорошо, в принципе, он уже успешен. То есть когда он себя чувствует комфортно по жизни, это уже успешный человек. То есть успех – это вещь относительная. Машина, там, вещь, которая тебе помогает жить, и которая, по сути, ну, должна тебе быть полезна в разных ситуациях. Ну, чем мне нравится, как бы, там, Шкода, она, по сути, своей практичностью. То есть она такая совершенно без понтов, без ненужных таких, да. То есть она, вот, совсем, вот, машина – хороший, хороший агрегат, который просто, просто служит, просто удобно. Вторая вещь, ну, важна по работе. У меня сейчас появились японские партнеры. Потому что я понимаю, что это очень древняя культура, и там, язык общения и жестов, он крайне важен. Поэтому я в этом вообще ничего не понимаю, вот, ну, крайне важно по бизнесу сейчас с этим быстро разобраться. Поэтому я думаю, что это мне будет просто полезно. То есть тебе кажется, что ты вот такой, какой ты есть, и что ты не можешь поменять вещи. И как-то ты перестаешь на это обращать внимание, и просто делаешь, как обычно. Но, на самом деле, вот это занятие, оно сейчас немножко меня тоже в голове привернуло какую-то такую страничку. Я думаю, что, да, есть вещи, на которые ты можешь влиять, и совершенно банально обращая на них внимание, и работая над ними. Мне кажется, что сейчас, после вот этого занятия, я могу начать, по крайней мере, обращать внимание сам на то, как улучшить себя. И выйду на определенный уровень. А третья вещь, у меня двое парней, одному семь, другому пять лет. Все свободное время, которое есть, я там посвящаю семье. Я хороший отец, и хочу быть еще лучше просто, и все. То есть, хочу посмотреть, что я могу еще лучше сделать для того, чтобы воспитать своих парней настоящих мужиков. Ты, когда ты хочешь что-то добиться, ты просто идешь и добиваешься. Ну, объективно, есть, мне кажется, вот в жизни взрослого человека, который адекватно относится к своей роли, периоды, когда нужно делать правильный акцент. Если ты сейчас растишь ребенка, тебе нужно иметь этот приоритет. И это очень хорошо, когда ребенок может своими руками сделать что-то интересное, и таким образом, ну, просто посмотреть на мир с другой стороны. Не со стороны потребления, а со стороны создания стоимости. Это очень круто, на самом деле, да, вот такие вот кружки, это очень правильно, это нужно. Мне кажется, такие абсолютно разные профили, и вот эти профили, на самом деле, сделали день. И действительно, открою для себя три вещи, которые до этого не делал. В целом, мне кажется, я просто вытащил очень хорошие практические вещи, которые можно делать прямо завтра. Продолжение следует...